Отдельно надо обсудить поведение дженериков совместно с наследованием. Вспомним, что у нас есть базовый класс java-lang-number и его наследник java-lang-integer. Мы можем спокойно присвоить объект типа integer в переменную типа number. Или массив интежеров в массив number. Однако с дженериками ситуация другая. Optional от integer нельзя присвоить в переменную типа optional от number. Это не скомпилируется. С точки зрения компилятора эти типы несовместимы. Это запрещено из следующих соображений. Давайте представим, что в optional есть метод set, заменяющий объект внутри контейнера. Тогда, присвоив optional от integer в optional от number, мы могли бы следующим шагом заменить объект внутри optional integer на какой-нибудь big decimal. И тем самым нарушить ограничение, заданное при создании контейнера. Кстати, в случае с массивами виртуальная машина защищает нас от подобной ошибки. Если мы попытаемся положить в массив, созданный как массив интежеров, значение другого типа, несовместимого, например, big decimal, то виртуальная машина бросит исключение. ArrayStoreException. Такая несовместимость generic типов, конечно, не очень удобна. Рассмотрим эти неудобства более подробно на примере методов ifPresent и orElseGet из класса optional. Я сейчас привел объявление этих методов в наивном, простом варианте, который не совсем соответствует тому, что написано в стандартной библиотеке. Но сейчас мне это нужно для демонстрации проблем. Итак, давайте представим, что у нас есть экземпляр optional, параметризованный интерфейсом charSequence. Метод ifPresent принимает экземпляр консюмера. Консюмер — это функциональный интерфейс с единственным методом accept, принимающим один параметр указанного типа. Предположим, у нас откуда-то есть консюмер, параметризованный объектом. То есть его метод accept с радостью примет абсолютно любой объект, в том числе и charSequence. Однако система типов Java запретит нам вызвать метод optional ifPresent с этим консюмером из-за несовместимости типов. Аналогичная проблема с методом orElseGet. Этот метод принимает supplier. Supplier — это функциональный интерфейс с единственным методом get, возвращающим значение указанного типа. Предположим, у нас откуда-то есть supplier от стринга. Однако Java запретит нам вызвать метод optional orElseGet от этого supplier из-за того же несоответствия типов string и charSequence. Хотя по смыслу такая операция абсолютно корректна и должна бы быть разрешена. К счастью, в Java все-таки есть способ договориться с компилятором. Можно использовать дженерик типы не просто с t, а с некоторым выражением маской относительно t. Выглядит это вот так и вот так. В методе ifPresent мы говорим, что принимаем консюмера, принимающего объект любого супертипа t. А в методе orElseGet мы говорим, что принимаем supplier любого подтипа t. При этом сам тип t тоже считается и своим супертипом, и своим подтипом. Теористическое правило здесь такое. Если вы собираетесь получать объекты откуда-то, то используйте вопросик extends t. А если отдавать куда-то, то вопросик super t. В тех случаях, когда нам абсолютно все равно, чем параметризован дженерик, можно просто написать вопросик. Это означает, что принимается любое значение дженерик-параметра. При этом, когда мы попробуем получить из такого optional значение типа t, то оно будет возвращаться как объект. А методы, принимающие параметр типа t, вызвать будет невозможно. Когда компилятор не видит конкретное значение дженерик-параметра t, то он не может проконтролировать совместимость типов и откажется это компилировать.